ДИСКЛЕЙМЕР ДИСКЛЕЙМЕР Куда едем? ДИСКЛЕЙМЕР ДИСКЛЕЙМЕР БОЛЬШЕ МОЕЙ ЖИЗНИ ПЯТЕЛЬ ТРАТУТЬ БЫЛОВ ЧВЯ БОЛДЕТ, ДА ПОМЕР СОЛЬ ДИСКЛЕЙМЕР 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 ПСАНЫ, КОРОЧЕ, НУ СМОТРИТЕ ЕСЛИ ВЫ ЗАСТРЯЛИ, БЕРЕТЕ ДВУХ ЖЕНЩИН И ЗАСТАВЛЯЕТЕ ИХ РАБОТАТЬ В 4 УТРА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ, ПОКАНЕТ ДА, ЕСТЬ ДИСКЛЕМЕР 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 ЧТО ТЕЛЕМ ГРИШ? ГРУ, ЛЮБИМКИ ВЫ МОИ ВРЕМЕННОМ ПОСПАТЬ ПРЯМО В КУСТАХ Я СИТАЮ, ЧТО ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫ НЕ ПУКТУАЛЬНЫ, ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ ПРЯМЕР УСПЫТЫВАТЬ НОВЫЙ ОПЫТ, НОЧЕВАТЬ НА ПЕРЕДНИХ ДВУХ СИДЕНИЯ ГРАНТЫ НОСКОЛЬКО СИЛЬНО ХОДЕШЬ СПАТЬ, ЧТО ТЫ УЖЕ ГОТОВА НА ТАКОЙ ЭКСПИРИИНС ДОБРОВОЛЬНО? НОСКОЛЬКО СИЛЬНО ХОЧУ СПАТЬ, ЧТО МНЕ ПРОХ, Я МОГУ УЖЕ КАК КОНЬ СТОЕ УСПЫТЬ ВОВА, ДАВАЙ СПАКОЙНОЙ НОЧЬ! СПАКОЙНОЙ НОЧЬ! СПАКОЙНОЙ! МНЕ ВОЛЬНО ВИДЯТЬ БЕЛЫЙ СВЕТ МНЕ ЛУЧШИ В ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ Я ОЧЕНЬ МНОГО МНОГО ЛЕВ МЕШТАЮ ДОЛЬКО О ЕДЕ МНЕ СЛИШКО ТЕСНО В ЗАТЫРКИ ТЫЛЬНО МЕШТАЮ ОБ ОДНО СДАЯЙ СВОБОДУ ОБЛИСКИ ПРОКРИ СВОЙ МЕЛЧИ СТАНЫЙ ДОМ Лиза, ДОБРОЙ ГУДРА ЖИТЬ, ТУТ ТУРУДУ, ТУТ Стало лучше и веселее Вас заметили Горбатая поза Снимаем Давай как спалось Спрашивайте, как спалось? У тебя был первый экспириенс по ночевке в передвижном отеле На передних двух местах как в кинотеатрах У делай в самом начале было отвратительное Как я увидела вот это место с вот этой вот перепонкой Где-то на уровне пояса Я подумала, что мне отзывало Я вспомнила, как я спала на всяких горбатых местах Но ничего На горбатой горе спала? На горбатой горе нет По полям, по полям В ельсках трактор едет А, это трекол, а не трактор Трекол Ну вездеход на больших колесах Тебя подавить Переломка это называется Я вот так на всех смотрел Если бы на таком ездил Чисто на Таганскую на таком заезжаешь Какие-то бутилицы электрические Вместо колес Да, пацаны, да Напишите в комментариях Ну короче, я проснулась С него как с бодуна Почему ты на видео ведешь себя Как старый злобный хрыч Потому что в жизни я молодой и красивый Лучший набор продуктов Для хорошего бет-триппинга Это какой-то малиновый кирпич Добрый кола Вялый йогурт Две помидорки это наши Так, два пончика Которым уже хорошо Они уже готовятся к утрамбовыванию Нам предстоит сегодня посетить Замечательные локации Ну твой лук уже готов Да, мой лук уже готов А сейчас еще чесночку нарежем О, хороший салат будет Ну игра слов Лук, лук Прикинь у меня куртка чистая Охуеть Странно, ведь до этого она была грязной Значит тут был ночлег натуральный А мы? Залезай из жизни А мы? А мы что? Мы шаряемся Ну как говорится Добро пожаловать в еськи В еськи сняли мы Возмолимся, товарищи И сюда мы быстро опоздали Здесь уже цивильноту наводят Дельфирады Снаружи это все выглядит вот так Мы почему-то везде Дельфирады опаздываем Я тут не знаю почему Некий Евграф Вальфгангович Ворошин Здесь отметился в 48 году Хорошее у него было зубило Я вам скажу Мы пришли в церковь А тут Ничего нет Вообще пустота Потому что церковь уже начали реставрировать Ребята, если вы думали Что вот эта вот церковь Подлежит восстановлению И это строительные леса То нет Это знаменитый русский православный кран А ты могла бы уже залезть туда И наснимать новых рилсов Ну, а теперь Ознакомимся Что уже у нас внутри Главная и единственная причина Для заезда в силу Еськи Как я уже понял ударение на первую букву Находящегося на слиянии рек Осень и Малога Весьма погожим осенним деньком Цель наша была в том Чтобы посетить и оглазеть храм Богоявления Господня Собственно в Еськах Про храм этот я знаю уже достаточно давно Видел фотки в чьих-то отчетах И на всякий случай добавил метку на мапсми И таки вот, проехав по «отличным» в кавычках дорогам и местам Тверской губернии Мы наконец оказались у этого храма Но приехали ночью Поэтому улеглись на ночевку А на утро пошли его снимать Интересен он в отличие от других подобных заброшенных зданий Прежде всего своей уникальной клеевой росписью Середины 19 века И хоть сейчас храм уже находится на какой-то из стадий восстановления Исторические художества еще вполне можно лицезреть и заценить Помимо этой, в Бежицком районе есть еще расписные храмы В селах Сукромны, Константиново и Градницы Которые мы не наведались Но стиль росписи там идентичный А именно классицизм со сложным исполнением всего ансамбля Самое большое и ироничное на сегодняшний день панно Расположенное на всей западной стене Композиция «Изгнание торгующих из храма» Сам же храм строился с 1783 по 1801 год То есть за полвека до появления в нем росписи А колокольню, на которую взбиралась Саня Построили к 1830 Прежде на этом месте находились две деревянные церкви О которых сейчас уже ничего не напоминает А чтобы понять масштаб всех украшательств Посмотрите фотографии, которые мы сделали Я считаю, что за такие залазы не стыдно и заплатить Например, 200 кыргызских сомов Считается очень православным Вот так вот Я надеюсь, Иисус не обидится на меня Хули тут так мало скажет, да? На наши это рублей 200 Да, здесь вот реально стояла прям коробочка с деньгами Короче, самое примечательное в этой церкви Это то, что здесь настоящие прям нарисованные рисунки Что на стенах, что иконы Они все живописные, древние, настоящие А то обычно приходишь в церковь Там все в золоте, в паленом, естественно И печать везде Как вот эти лица печатают на таких картинках Рекламу видели Типа Лен из Датт Вот на таких же холстах там напечатаны Лики божества Я считаю, что это не гоже, не богоподобно То есть иконы больше напоминают обложки журнала Браво Абсолютно Пока я рассказывала, я наткнулась на вот такие вот экземпляры Это печать Это все дорисованное Но вот эта вот картина Она прям достает Здесь видны мазки Здесь есть трещинки от краски Такое не поделаешь И скорее всего силы земли Ну и пока мы с Лизой ходили внутрь И искали, чего бы еще такого святого вам снять А Саня осваивала стратосферу через Бога Вокруг храма ходили еще заинтересованные люди И искали, где же к нам залезть И внезапно оказалось Здравствуйте Который раз убеждаемся, что мир тесен Неустановленное лицо Нашли его в деревне Еське Смотрел ролики МШ С участием неустановленного лица Ну и европейский тур Сколько там уже, лет 5-6, наверное 6, 17-й год, сентябрь Тут мы встретились Ну, рад встрече Да, мы тоже Сытно возмолились и поедем дальше Усугублять наше православное мракобесие Заезжали по пути в еще один случайно увиденный Из дороги заброшенный филиал бизнес-империи В котором ничего эдакого, кроме Тарзанки, не оказалось Поэтому и надолго мы там не задержались Что ты щебень сыпешь Видишь? Уйдет Короче, вы, конечно, извините, но Беженск это пиздец Прям я хуй знаю, зачем сюда заезжать можно было бы Я тут просто не был, поэтому мы решили заехать Но, как оказалось, нет ничего, ради чего сюда можно заезжать Пока что единственный город на моем опыте Где я перевернутая жопа И даже постеснялись написать название города А нет Нет, здесь все в порядке Затаился Это город Беженск Суровый городок А если ты залупа, то ножьте прямо в бок Этот городок все забыли Просто разъебали все и похоронили Как исполняются мечты современных женщин Вот она площадка моей мечты Проехав практически транзитом очень занимательный город Беженск Может быть там и есть что-то интересное Но я не нашел Потому что за световой день надо было успеть отснять одно другое интересное место И вот после закупа в магазе, который всегда выручает Направились дальше на север Поселение Красный Холм В котором находится одна необычная достопримечательность Получившая свою популярность и статус благодаря мемности в интернете Правда о мемности этой площадки я узнал уже на месте А вот Лиза хотела сюда достаточно давно Появилась эта площадка благодаря местному жителю Юрию Чистякову В 80-х годах И сделана она из всего, что к полу было не приколочено Тут можно встретить различный строительный мусор Сельхоз вундервафли Останки первого поколения трансформеров Колесных лебедей И всяческие древесные извраты И даже сапоги Куплю жене сапоги Жестко, блин А куда мой телефон дел? Он устал Бля, ну я сюда ехала вообще ради этой площадки, ё-моё На, поснимай Бля, вот из-за тебя я такой кадр выплыл Бля Давай ещё раз, я не снял А я не понимаю Чего, как оно? Я надеюсь, я не впаду в кому после этого А я не понимаю, я бы тебе камеру открыть Давай бездоняк Так что открывай со мной Пиздой театр Как, блин Давай дубль, давай Лиза, не исчезай Лиза, не улетай О, нихуя Ё-моё Вот это, конечно Часть экспонатов до сих пор в рабочем состоянии Если у вас есть вдруг такая потребность Вы вполне можете привезти сюда своего киндера И испытать его на устойчивость к естественному отбору Так как храм с кладбищем через дорогу Явно намекают на то, что тут либо проходит подготовку на запуск в космос Либо это испытательная площадка для съёмок фильмов Типа пила или пункт назначения Мне немного страшно А чё? Чё случилось? Небезопасность и конструкция Да, я уже здесь навернулась, поэтому очковато как-то Ну а уже после всех увеселительных утех на площадке Мы поспешили по не самому короткому маршруту вдоль Рыбинского водохранилища в город Мышкин А насколько хочется срать? Ну так Ну типа вот если Ну бля, там такой дубак, что я не пойду, естественно Я хуею там себе Так, а что ты будешь делать? Ну не срать Ничего не делать Мышкин Раз Ну вместе Два Чистая зарядка перед работой Да, Лиза правильная Одновременно с этим надо жрать сосиску Ну что, я устала ещё Выплюнь сосиску В Мышкине, короче, проходит фестиваль электромобилей будущего Вот все самые передовые экспонаты, так сказать За первые пять минут после пробуждения в городе Мышкине Можно сказать, что здесь как в Суздале тоже ощущается некий дух старины Особенно, когда смотришь на Лизу Если вы немножко болеете катарактой, можно даже подумать, что вы где-нибудь в Чехии Самое забавное, что можно про этот город подумать, что его назвали в честь какого-нибудь купца по фамилии Мышкин Но это нихуя не так Но название Мыши тут эксплуатируют по полной Интересно, тут есть секс-шоп? Дилда в форме мыши Вот здесь красавчики даже так отличились Здесь не я перевёрнутая жопа Мышкин, а осторожным Мышкин, я к тебе спешу Городочек сказочный Тупые девки Тупые девки Несимметрично Несимметрично Чисто сейчас по Покечу возьмём Технической конопли и травы Ох, будет вот так же Просто расхуячит Стоишь такой, бля, где я? Хочу сказать, что я обожаю Такие волунячьи тропинки Всё для ваших копыт А так как ты Мышкин, ты идёшь до конца, да? Я иду до конца Держа в себе лимузин Да, лимузин не выпускаем пока из гаража Мы должны выйти в свет в уху вместе, правильно? Это не гараж, это подземная парковка, блядь Ты, муж, это, к груберу сходишь У тебя там какие-то катахи в волосах Катахи у меня в другом месте Образовалась уже В гараже? Когда входим в гараж, катахи образовываются Опа Так Покажи Фиденциально Катахи фиденциально Короче, так как в городе Мышкин Все бабки ушли на обустройство Недостаточно интересной набережной Моста здесь до сих пор не построили Поэтому здесь до сих пор действуют Паромные переправы За 300, сука, ёбаных 50 рублей Тут катахов не напасёшься На такие перевозки Я считаю, что за 350 рублей здесь должны приносить бесплатный кофр и туалет Вела меня от юга и до севера Дорога по реветам и краям Меня осмечивает, чего мне только не было И реки подали погрян Я осмечиваю просто Голосовой помощник Лизы Прямо едем, да? В жизни так бывает, что можно сесть, приуныть, как дед и бухать в соло Но надо соблюдать традиции Раз в год приезжать в Рыбинск Чтобы все было в жизни как надо Если движ твой получил некий слом И двигаться тебе стало в лом Поезжай, ты, сука, в лом Поймут только ценители А я напоминаю Если вы не хотите выглядеть вот так же Обязательно подпишитесь на Бусти и Патреон Давай, за первые 5 минут нахождения в этом городе Как тебе местные туалеты? Здравствуйте, я поживу С уверенностью могу сказать, что осенью в Рыбинске намного более атмосфернее Особенно, если золотая осень уже началась Чем, хоть и летним днем, но дождливым и каким-то... Так что, если еще успеваете, проезжайте Уровень заряда 40% и уровень заряда 5,5% И в Карякинском саду купил я дачу Была она без дедов и бабули И дали мне еще Лизу в придачу Некрасавицу мрачную пизденье Продолжай Одна горгулья была ее короче Другая без заряда вовсе там была И лучше б я игрался в тамагочи Чем с вами двумя по Рыбинску гулял Булочка Бля, какой кот Важный, бля, лежит Это реально как бабку уже ходишь Фотографируешь какие-то скульптуры, бля, цветочки Это знаменитый лебедь-щипач Айфон оба И это куча лебедя Кто лебедям обосрался Теперь найдите несколько отличий между этой кобылой и этой Правильно, в этой больше энергии В этой лимузин уже выполз Ты просто завидуешь Там тоже есть члены яйца Кто о чем, а инвалид о костылях Да вот ей костыли Что ты мне это предлагаешь Да ей уже и коляска не поможет О, может, дедушка двигается А, колена! Еще один без колена останется Меня все равно будет утешать твоя зубная боль Каждый трип с годами становится Не то, чтобы лучше, но очень пожилым Казалось бы, куда дальше Но нет предела старческому маразму Какое у тебя сейчас желание в голове? Присесть и покакать Как и у любой другой бабушки Лиза, рано Не садись, не совершай ошибку Пошли в столовку Пиздец, все нахуй Сейчас увядомление Сбербанка О, в нем, не наш мать, да? Ты неправильно делаешь Надо вот так Какое интересное место Да Рыбинск мог бы быть прекрасным городом в твоем списке посещенных городов если бы не одна маленькая проблема для одного человека но большая проблемище для трех человек а все потому что за 190 прям очень хорошо я ожидала 32 рубля короче есть все-таки будете в риминске вот можно говоря я вам столовую тарел очка не очень рекомендовал столовую номер 6 порекомендовать могу по крайней мере дешево если любите такую типичную столовку и жрачку если вы не лиза что происходит рекомендую к посещению дешевое хрючево она побеждает короче ребята это перебор сухопутный метеор или ракета если вы из москвы наш корабль оказался на замке а внутри у него ну гни чё сказать там просто ничего нет там разбит разлитый гудрон какой-то это корабль перебор да но это очень полнейший перебор я считаю что здесь вот так вот с божьей помощью а это охранник слышит охранница и не нравится но это перебор это перебор слезает перебор же называется нового грипа полный перебор отчу грустить она отойти если вас преследует грустная нота бы застряли в песке и вам не хочется какать а закат сегодня не такой уж и хороший и вообще вся эта поездка в целом перебор не надо печалится весь бэтрип впереди в кусты ты иди пейте бабоньки пивку чтобы копалось вам легко передовой куча соберись но это уже полный перебор переборы мы понаехали собственно из-за памятного метеора думаю что он не под таким пристальным надзором тактической тетки и впоследствии выбрались на набережную думаю что оттуда будет виден монумент волга мать ну и в целом что на закате будет красиво а по итогу попросту снова застряли и занимались откапывательно толкательными работами вот такой прекрасный поезд на петербург ждет нас талдами вот эти две душнил и короче решили не продолжать на штрип на сыктывкар поэтому мы возвращаемся в москву скажешь что нет на прощение в москву и собирались стопа я не еду в москву вот молодец вот тебе приз пока я я в питер а а а а а а а